прошлом видео смотрели показывали этот трактор на нем и на моем втором и т.з. мы подумали такой вопрос о цене мтз 80 примерно 80-х 90-х годов то есть на вторичном рынке сколько же они стоят какова цена у нас в тверском регионе в сегодняшнем виде хочу поднять такой вопрос потому что часто он встречается часто мне его задают почему же мтз 80 стоит ну я имею ввиду поговорим про вторичный рынок области но это практически везде так так встречается что мтз 80 стоит дешевле чем т25 так так вот почему же т25 на вторичном рынке стоит дороже чем мтз 80 но это мое личное мнение то есть кто считает по-другому прошу написать в комментариях то есть как вы думаете по какой причине т25 стоит дороже на мтз 80 но первое то что данный трактор по сравнению с мтз 80 не пьет солярку а нюхает то есть расход топлива на нем очень-очень мал а работа выполняется практически даже самое что и на мтз 80 по каким причинам еще данный трактор будет стоить стоит дороже чем мтз 80 но первое то мы говорили что расход топлива 2 я считаю это цена запчастей допустим берем мы по резине задняя резина у нас не так уж сильно будет отличаться от цены задняя резина на мтз 80 но допустим в нашем магазине в тверском я не говорю что я заказывал по интернет в интернете естественно будет дешевле она в районе девяти с половиной десяти тысяч будет а у нас я ее брал три года назад за 11000 три года назад у нас задняя покрышка на мтз 80 в магазине в грызнабе стоила от 18 до 23 тысяч 8 9 тысяч уже передние покрышки сейчас недавно меняли они стоят в районе 2 300 2 500 на мтз почти 4000 стоит и все остальные запчасти то же самое по запчастям он получается гораздо дешевле пригодны для ремонта во всяком случае трактор ремонта пригодны можно так сказать ну вот возвращайся по ремонту двигатель единственный недостаток то есть кто хочет за захочет купить данный трактор т25 сразу прошу обратить внимание либо это учитывать что надо рядный насос топливный естественно на нем лучше всего рядный потому что родной пучковый но не долговечен и с нашими китайскими запчастями ремонтом топливная аппаратура это все ненадолго и ненадежно значит рядный насос и будет ходить у вас он вечно по двигатель ну естественно мтз это 4 поршня значит стоимость поршневой в два раза больше здесь он даже и с цилиндрами это поршневая будет гораздо дешевле чем сцепление сцепление тоже хочу сразу всем сказать что то что у нас продается сейчас в магазинах в агроснабах запчастя сцепление на данный трактор все китайское все вну полный отстой значит старое сцепление берем перебираем диск можно поменять наклепать все поставить корзину корзину лучше оставлять старый у кого есть лучше и перебирать и оставлять старте на косу данный трактор и косилку за него цепляем косит он но не наравне естественно но он отстает но 20-30 гектар за сезон сенокоса данный трактор косит спокойно грабли грабли у нас одна односторонний который цепляется за него у делает он работу не хуже чем восьмидесятка ну по прессам до пресс за него не цепляется а так косилка грабли спокойно для себя для коров для двух для трех коров данный трактор на сенокосе просто идеален ну единственное пресс пресс то есть пресс рулонник дюковой но он не тянет не знаю сейчас китайские я не рассматривайте которые такие китайские пресса которые там 20-30 килограммовые рулоны катает а вот допустим фаршит нас 454 класс рулонник 145 110 рулонник трактор не потянет он у нас косил сгребали и возили вручную телеги так что и без пресса можно накосить не задумываясь ни о чем в нашем тверском регионе восьмидесятка мы уже говорили то есть 80-х 90-х годов 80 будет стоить от 100 до 200 то есть в среднем если нормально поискать трактора ухоженный то есть в частных руках какой-то пенсионера не раз за эту зиму не попадались с приличным состоянием более-менее рабочие нормальные трактора по 100 по 140 тысяч 25 же 100 тысяч это просто не на что смотреть средненький трактор такой юзаный который не идеальный в районе 150 как бы в хороших руках то есть видать за что за трактором ухаживали за т25 его четко все смотрели все по заводскому все там на месте это в районе 250 300 тысяч это тверской регион возвращаясь к нашему разговору а почему же данный трактор на вторичном рынке дороже представлен чем мтз 80 ну первое это я мое мнение я так считаю что это первое значит расход топлива второе это стоимость запчастей и третье это ремонт на пригодность то есть детали не особо тяжелые один ну там максимум два человека в помощь и его можно раскидать полностью и собрать там без особых усилий вот значит таково мое мнение значит кто у кого есть какие-то другие мнения кто-то не согласен пожалуйста комментарии выслушаем давайте попробуем разобрать этот вопрос почему же данный трактор на вторичном рынке стоит дороже чем антеза 8